а еще мне подарили мед мне подарили на дне рождения зибо вот этот чудесный лавандовый мед я теперь пью с ним чаек и еще подарили лавандовое саше и лавандовый чай это мне подарила зибо вот только принесла я это так прекрасно вот эти из этих маленьких чудес состоит вся жизнь так ну что наверное многие заметили что меня стало гораздо меньше в эфире потому что я очень много работаю сейчас очень много работаю об этом я расскажу другой раз а также заметно какие орхидеи я люблю да совершенно тривиальные расцветки и узоры это мне подарила зибо в честь ее же дня рождения то есть она у меня всего два дня как стоит а это орхидея от раджа раз там запустил флешмоб когда все ему скидывают фотки или видео цветения купленных орхара и орхидей но я туплю как всегда но некогда некогда сейчас прямо все плотно плотно вы не представляете насколько сейчас плотно поэтому сейчас постараюсь быстренько снять видео про корневую которая отказалась выполнять свои функции а там посмотрим сначала то о чем уже были два шорта эти шорты на набирают какие-то гигантские количество просмотров один шорт с 25000 набрал 2 всего вчера выпущен уже 7000 с утра сегодня не знаю вот видите какие здесь корни наросли да это вот орхидея до часть все еще гнилых здесь есть потому что я их опять-таки не обрезаю но я уже пересадила эту орхидею помните как говорили что но вот вы не пересаживаете орхидеи с гнилой корневой системы даже допустим она выпустит новые корни и что они будут среди гнилых нет когда корней стало вот столько я конечно ее пересадила в эту же колбу в которой она была также перевалка я ее пересадила просто достала счистила виламин с тех корней которые были уже все и воткнула ее обратно заполнила сверху свежим холм но частью равно старых корней осталось потому что они все еще перспективные вот эти вот старые так сказать гнилые корни они все еще перспективно из них тоже может что-то вырасти пусть будут и как вы видите два листа выросла уже с тех пор новых ну как бы все говорит о том что пациент не просто скорее жив чем мертв а пациент прекрасно себя чувствует несмотря на все хейтерские сообщения о том что я делаю что-то не то слушайте народ еще такой момент это не мой опыт это вообще ни разу не мой опыт и я никогда не доверяю чему-то опыту и вам не советую о ну что такое опыт это частный случай частный у вас один частный случай у человека другой частный случай надо знать что вы делаете и делать то что для орхидеи хорошо вообще для вот этого вида растений как это должно быть для этого вида растений должна быть определенная влажность температура свет полив вот что они то что там кто-то вам сказал об этом в интернете у меня идеальные условия для орхидеи которые я сделала специально специально для орхидеи ну кстати эти же эти же условия прекрасно подходят и для человека высокая влажность это хорошо температура благоприятная для орхидеи она и для человека полезно кстати сломала шаблон своим французским ученикам у них же у них было 15 градусов в квартире и они считали что это нормально все теперь у них 22 градуса и они вдруг увидели что это хорошо а так они в носках до колена ходили ручной вязки и в кашемировых свитерах по две штуки на человека так следующий номер нашей программы вот это орхидеи без названия это от цветашка у зиба купленная за 500 рублей по моему как вы можете догадаться у взрослой голландской орхидеи было отнюдь не два листа то есть листья сгнили все остались два листа и корни сейчас мы на них посмотрим вот корневая ее и странно да она вот прет такой лист и корни пошли от шеи а все почему потому что снаружи влажно внутри не переуложнена то есть мы же понимаем что я нечем пить вот это вот сюда я туда еще закидала сверху осмокот и он проваливается вот и опрыскиваю я их когда дома бываю даже несколько раз в день но опрыскивание какое мне кажется вы опасаетесь опрыскивания чисто потому что вы думаете что это как душевание нет прошли пульверизатором опрыскали так что там ничего нет ни в пазухах не в точке роста вообще ничего это легкое такое опрыскивание что у меня происходит опять коты тут бесятся вот и вот вы видите результаты я думаю на следующий год я узнаю хоть что за орхидею я купила потому что название на горшке нет вот тоже принесла два листа взрослых вот таких больших от нее от по сгнили я их убрала и просто поставила ее в покое под лампу у окна то есть днем у нее есть свет солнечный но когда он у нас есть солнечной москве но и даже с этим солнечным светом у меня все время досветка с утра до ночи вот убираем вот поновее это galaxy про которую какая-то читательница и есть что сказать но она не хочет это говорить чтобы не стать героиней пятничного выпуска про комментаторов идиотов мы правильно вот понимаете зачем нам дан мозг чтобы он бежал впереди ваших эмоциональных порывов хочется сказать но вы понимаете что будет и вы не говорите этого да вы же взрослые люди не дети у которых там что сказал вот видите корни да видите в каком состоянии это все это же ничего я никуда не пересаживаю лист растет ну то есть если даже лист может растить не просто тургор держать если еще и лист растит чего еще ждать все отлично а это новенькая так что если кто-то хочет увидеть этот процесс самого начала вот это новенькая вчера принесенная залитая орхидея это мне наш антиквар отдал но вернее его помощница лена отдала мы отмечали день рождения зимово антиквары и она подарила антиквару за это несколько орхидей но и вот одна из них стрессанула то есть это было два дня назад и за два дня она схлопнула корни вот до такого состояния цветоноса я вчера я срезала когда принесла домой и мне просто помощница антиквара лена отдала говорит может вы с ней что-нибудь сделаете и этому я с ней сделаю нет я не буду делать дополнительные дырочки потому что сейчас дырочки уже ничего не спасут ну серьезного тоже иногда мне еще люди говорят сделайте там дырочки зачем сейчас ты дырочки поздно пить боржоми и делать дырочки все она будет у меня стоять медленно просыхать потом я буду ее проливать топсином тоже не замачивать очевидно проливать топсином потом вам покажу чем дело кончилось но шансы есть потому что она свеженькая видимо она стрессанула потому что все остальные орхидеи у антиквара из этой поставки которую я привезла не в прекрасном состоянии там стоят цветут вот еще один момент одно дело когда у вас болеющие орхидея когда это прям болезнь или она ослаблена многочисленными насекомыми вредителями да окей тогда как бы реанимашка а когда у орхидеи просто резкий стресс чрезмерный не тот от которого на цветоносы дает а через резкий чрезмерный стресс и она так от ужаса раз и сбросила корни но она сама по сути здоровая то есть короче не надо наводить суету будет стоять и а вот как раз то у меня чтобы более-менее репрезентативная была выборка вот та орхидея которая тоже сбросила все корни но как вы и советовали полгода назад я счистила корни и что мы видим вот как она сидела да она сначала нарастил вот эти маленькие листики но мы видим что большой лист уже отходит мир иной потихоньку вот видно эти тяжи они влажные там да там функция какая-то и сохраняется по питанию но блин ребята вот сравнить да вот это где я не счищала виламин с корней и вообще не удаляла корни вот это где в горшке все еще полон горшок гнилых корней в конце концов даже вот это которая еще не нарастила никаких корней но растит лист и это ну вот как бы вот то что я когда мне пишут комментарии что я там сделала вот это вот это вот это вот это я вполне это допускаю потому что у людей в их массе очень много свободного времени судя по количеству времени которые вы проводите в чатах в комментариях вот в этих танцах с бубнами я очень разделяю это все я мечтаю жить как вы на самом деле чтобы у меня было столько времени чтобы я могла этим всем заниматься но поскольку времени у меня нет мне надо чтобы они восстанавливались сами потому что любое живое существо она хочет жить они умереть поэтому я создаю условия для жизни а не для смерти и если они хотят жить если это не какой-то патологически серьезный процесс они живут а если это патологически серьезный процесс то в любом ашане сотни орхидеи которые охотно заменят любую из этих потому что это не какие-то коллекционные редчайшие сорта понимаете да у меня есть редкие сорта там или какие-то дорогие мету допустим о них речь не идет так они не побирают извините я не знаю почему то есть не одна из дорогих орхидей самая дорогая орхидей которая у меня почила в бозе это был пилорик черри бомб не бабочка пилорик черри бомб и он рассыпался в два дня там уже ни о какой реанимации речь не шла просто так вот раз и помер и все какие-то орхидеи стоимостью там 10000 15 20 30 40 тысяч ничего с ними не происходит вот а вот эти ради орхидеи который стоит 1300 рублей я точно не буду вот эти телодвижения все совершать на этой радостной ноте поскакала я пить свой прекрасный чай с прекрасным лавандовым медом и спасибо всем скоро я что-то еще выложу я на самом деле сняла для вас зарядку да я на самом деле сняла для вас два почти готовых видео это зарядка на 15 минут там на 17 минут обычная зарядка она так и будет называться зарядка для пенсионеров чтобы вышла вы не думали что там опять будут какие-то эквилибры на уровне цирка дюссалей нормальная человеческая ежедневная зарядка и день рождения зибой я весь сняла на видео но его надо смонтировать потому что там все таки ну как бы есть какой-то сюжет вот и он у меня тоже в работе сегодня у меня будут окна когда течение дня у меня тут просто капец у меня вчера волонтеры приезжали в одну квартиру заселялись скотами отсюда вывозили гуманитарку надо было все это срастить все это все эти временные потоки это все очень да вот и вот сейчас я тоже ухожу а вернусь домой часов в десять но я надеюсь где-то среди дня смонтирую еще два видео выложу все хорошего вам цветения чудесного понедельника да марусинка маруся здесь маруся она желает всем чудесного понедельника понедельники же бывают чудесные